Ну, Сидорович, за удачное начало. Пожмём друг другу руки. Сидорович здесь встречает каждого приезжего в это село. А нахожусь я сейчас в село Калиновка. Да, тоже решил я сюда, друзья, переехать, приехать, и теперь мы будем здесь обживаться. И Сидорович, как оказался, здесь главный механизатор в этой деревне. Видите, что-то чинит, как всегда. Колесо отвалилось. В общем, сейчас пойдём искать нашу собственную ферму. Ну, как искать? Мне Сидорович уже рассказал, где наша ферма. Вот сейчас мы как раз и побежим к ней. В общем, друзья, минус 3 градуса. Вот, а если быть чётче, то... Да, минус 3 градуса. У нас, увидим, даже вот такой снег лежит. Ну, естественно, здесь проехал грузовик, дорогу всю прочистил. Но, видите, прям по колено снег буквально. Эм, странно, поля не до конца засыпало. Может, здесь кто-то работал? Не знаю, друзья. Так, в общем, друзья, что у нас значит по участкам? Вот. Моё поле 30-е, видите, самое маленькое поле. Вот. И вот моя ферма. Вот она, друзья. Вот. И я, собственно говоря, хочу купить трактор. Чтобы, знаете, как-то в минус 3, в такую холодильную пешком. Ну, такое себе. Я ещё и одет как-то по-летнему. Да. Жигульп. В общем, друзья, давайте смотреть трактор. Так, какой-то такой недорогой, дешёвенький тракторишку. Нам бы. Вот. Не смотрите на мои 626 тысяч. Они не мои. Это банк фермерский. Так как мы играем в коупы. У нас две фермы. Моя и Ивана. Кстати, с Иваном надо будет как раз поделиться деньгами. Потому что у него минус 230. И ферма Ивана, как вы уже поняли, вот там, где мы только что были. Мастерская у Сидоровича. Вот она. Ферма Ивана. Вот. Ну, точнее, это не совсем его ферма. Это владелец этого участка Олег. Олег Никитин. Но мы с Олегом договорились, чтобы Иван здесь держал свою технику. Вот. И, естественно, Иван будет платить налог Олегу за то, что он разрешил содержать технику. В его дворе. Ну, в принципе, я думаю, что для трактора и плуга и ещё чего-то должно хватить места. Даже, видите, Олег тут расчистил дорожки. Приходил сегодня с утра в дом. Ну, в дом, не знаю, Ивана ли пустит. Вот, кстати, даже трактор вот такой есть, да, МТЗ? Кстати, красивый трактор. Точнее, не трактор, а фотка. А? А? Как он? Курицы бегают. Ну, короче, друзья, давайте покупать трактор. Мы же можем это всё-таки, да? Не можем. Всё. Покупаем какой-то трактор. Желательно недорогой. Относительно. Какой-то... Ну, это слишком дорогие трактора. Уж, блин, сильно. Вот. Полторы тысячи. Это наш вариант. Так. Дизайн. Ну, дизайн мы оставляем. Пускай будет такой. Цвет мы, естественно, красим полностью его в синий цвет. Да? Так. Синий цвет. А обод пускай у нас будет вот такой вот. По. Самый раз. Так. Три с половиной тысячи. Отлично. Берём. Идёт запуг. Не, курточку всё же это какое-то приодел я, да? Так. Ну и, друзья, давайте теперь поехали посмотрим на наше владение, да? На наше поле, на нашу ферму. Вот, естественно, первое, куда мы поедем, это... Посмотрим наше поле. Так. Где мы? Где мы? Мы, по сути, недалеко. Нам сейчас повернуть направо. Всё. Поехали, друзья. Видите, люди что-то чем-то торгуют, продают. Ну, в общем, друзья, если так по-честному, карта мне действительно понравилась. Калиновка. Мы на ней будем обживаться. Вот. Только знаете, друзья, ещё что нужно? Чтобы снег сошёл. Чтобы сошёл снег, и мы вами начали работать. Так. Это что ли мой участок? Нет, это не мой. Вот. Ну, как-то снег странно лежит, да? На полях его нет. Может, поля почистили, хотя странно. Вот. Хотя, видим, на некоторых полях снег всё же лежит. Кстати, вот мой участок, да, был. Вот, да, это моё поле. Вот. Но, конечно же, нужно, чтобы снег сошёл, и тогда уже можно будет разговаривать про обработку нашего поля. Конечно, да. Так. Хорошо, сдаём назад, давайте. Поехали, теперь заедем мы на нашу ферму. Так. Нам всё время прямо, прямо и прямо. Отлично. Поехали. Поехали. Прямо, прямо и прямо. Вот. Естественно, друзья, я... Здесь нас не два человека будет. Нас здесь будет четверо. Вообще, у нас в планах двое на моей ферме работают, двое на Ивана. То есть, я и ещё один фермер на моей, и Иван, и ещё один фермер на своих фермерах. Возможно, мы сделаем разные фермеры. Я ещё не знаю. Вот, автобус поехал. Соседи, видимо, порочищали дороги, тропинки себе. Ну, друзья, 22 декабря, а что вы хотели? Так, и вот здесь где-то должна быть дорога, да? Конечно, да. Смех почистить бы, но... Ну, я думаю, это не красотой. Так, вот наша, друзья, ферма. Вот она. Вот она. Открываем ворота. Даже собака у нас есть, да? Слушай, здорово. Даже где-то у нас здесь есть собака. Так, ну, естественно, мы же заезжать туда не будем. Почему ворота сами закрылись? Не понятно. Вот наша, в общем-то, ферма. Здесь у нас ангары, которые мы можем хранить технику, да? Комбайны, трактора и прочее. Так, откройся. И вот ещё один. Оттек для техники, скажем так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Так, друзья, а это вообще у нас что? Гараж с курятником. Так, и у нас также есть ещё теплицы, да? Во владении. Да, у нас есть теплицы, в которых мы можем что-то выращивать. Вот, понятное дело, сейчас зима, снег ещё даже не сошёл. Какие теплицы? Да, конечно, снега действительно много. По коленам. Так, это у нас что? Это у нас коровник. Ну, я думаю, до коров нам ещё... далеко. До коров нам действительно далеко, поэтому, ну, я и продавать это не буду всё делать. и ничего с ним не буду делать. Пускай будет. Пускай коровник и курятник у нас пока что будут. Возможно, может быть, когда-то в будущем мы заведём корову. Так, это у нас что? Это у нас ангар. Самолёт. Друзья, гляньте, самолёт. Так, здесь у нас ведро замёрзшее. Так, ну, друзья, давайте теперь проверимся мы по остальным фермам. Вот, вернее, по производствам и тому подобное. Посмотрим, что да как. Какие поля нам можно объединять, какие нельзя. Не, вот, друзья, реально красиво очень здесь, особенно в лесу. Здесь же у нас даже лес, друзья, есть. Представляете? Ну, просто сказка. Да, конечно. В общем, здесь ещё, друзья, я вам скажу, поля так интересно расположены, да? Вот, скажем, вот эти поля, их можно объединить. Вот здесь вот, купить этот участок леса и вот этот и этот. Короче, из этого поля можно сделать одно огромное. Просто скупить вот эти все участки, друзья и их объединить между собой. Вот эти вот. Будет действительно, наверное, здорово, да, друзья? Купить эти все участки и их объединить и сделать одно огромное поле. Так, ну, что-то начало, начало, как говорится, положено, да? Так, здесь у нас что? Свикла. урожай собран. Скорее, скорее всего, друзья, я думаю, что люди пообрабатывали поля, и вот поэтому на полях снега нет. не знаю, почему так. Так, друзья, куда мы с вами поехали? Куда мы с вами поедем? Мы сейчас где? Мы сейчас напротив первого поля, да? Вот, поехали на производство друг, друзья. поехали. хоть мы уже и смотрели карту, ух ты ж. Ну да, конечно, дрифт, дрифт нам на тракторе не нужен. Вот, поехали на производство дробь. Так, пенечка, 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 сразу скажу, что данная карта не для слабых ПК, так как она немножко неактивизирована. Вот, на моей 30-60, 40 FPS. Ну, друзья, да. так вот производство дров, пилорама, генератор даже есть, куда же без него. Так, и стоит это все делать 14 тысяч. Ну, слушай, друзья, вполне, я думаю, подъемная цена, 14 тысяч. Вполне ее может купить каждый человек. Так, а сколько этот участок с лесом стоит? 102 тысяч. Ну, тоже, друзья, подъемная цена, я вам так скажу. Действительно, она подъемная. Так, а вообще, сколько у нас поля-то стоит, а? 500 тысяч, 200, 185, 508, птички поют. Ну, в общем, поля, друзья, дорогие они. Да. Так, а здесь у нас, друзья, что? А здесь у нас, давайте мы так пешком пройдемся, прогуляемся. Конечно, сейчас будут полные сапоги снега, но ничего. Так, а здесь у нас, друзья, ничего такого, да? В лесу, конечно, ППС сильно проседает, в общем, нельзя, в лесу ничего такого. Так, хорошо, поехали дальше, смотри, друзья. Вот, кстати, мне интересно, а можно ли здесь вообще фермы строить, а? Вот просто я знаю такую фишку на некоторых картах, что можно строить свои фермы. так, а что это за здание такое? Поехали глянем, посмотрим. Сегодня мы проедемся по всем селам, по всем производствам, посмотрим, что-то как. так, это у нас фабрика, а село Ивановка. Ивановка. фрукт-лайн, фрукт-лайн, натуральные соки, для всей семьи. Ага, это фабрика сока, да? Компания фрукт-лайн, да? Так, и сколько же нас стоит, эта компания? 490 тысяч. Ну, друзья, я скажу, что заработать эти деньги можно, наверное, легко. сюда нас, естественно, не пускают, Здесь никого нет. Ладно. Вот, поехали дальше, друзья. Так, вот, кстати, деревня, да? Век, всё красиво. Так, что это у нас за элеватор такой, а, давайте съездим к этому элеватору, посмотрим, что это такое. Зернохранище, что ли? Так, мы сейчас вообще где? Мы сейчас... Нам говорят, что это зерновая мельница. Хорошо, поехали. Поехали посмотрим на эту зерненую мельницу. Так, ну, заезжать, естественно, я не буду, я вот здесь где-то стану. лежать, я не хочу. Так, вот он, зерновая мельница, друзья. Томолёт летает. Здравствуйте. Так, здесь у нас сколько стоит она? 185 тысяч. Зерновая мельница. Ну, друзья, слушайте, приличная такая цена. Так, давайте мы ещё поедем в одно место. Извините. Ну, друзья, карта мне действительно понравилась, да? Вот, очень карта мне понравилась, но единственное, что это не коуп-карта. маслоэкстракционный завод. Мы туда не будем, нам там неинтересно уже. Ивановская пекарня. Так, давайте съедим с вами на пекарню. На ивановскую пекарню, съездим. Конечно, да, красота. кстати, друзья, я вижу, вот тут даже кто-то строится уже, да? Бетон, мешалка, все инструменты полностью в снегу. Что, заложено, ну, правильно, чтобы зимой все надо закладывать. А то снег позадувает. В общем, друзья, если что, я думаю, не будет проблемой для фермеров самим себе построить ферму, пыть участок, выпилить лесу, да, и построить ферму. Я думаю, проблем никаких не должно вроде бы быть, так что... так, вот магазин. Так, вот здесь я рядом где-то встану. Внимание, заезд на... заезд на территорию только по пропускам. Так, 200 тысяч пекарня, да? Ну, друзья, я думаю, что адекватная цена, Не по полмиллиона стоит. Так, хорошо. Поехали. Поехали дальше смотреть, что у нас есть. Мне, друзья, интересно, что это за участок такой. Это еще одна ферма, что ли? Давайте, друзья, поедем, посмотрим, что это такое за участок. Возможно, это может быть даже еще одна ферма. Еще одна ферма, которую может купить один из наших фермеров. Так что давайте, друзья, мы поедем, это и узнаем. Да, конечно, а лед или что? Скорее всего, лед, что трактор как дрифти, друзья. Посмотрим, что это за участок такой, потому что я, если что, сам не в куспах. может, это реально еще одна ферма, друзья. Конечно, трактор носит как корову по льду. Животнобудческий комплекс. Ага, это животнобудческий, комплекс. И стоит он один миллион. Да. Тут я вижу и сил, и ямы, да, две. 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 Так, зайти, естественно, нельзя. Нет, друзья, смотрите, там реально что-то есть. Так, ну, зайти, заехать, мы, понятное дело, не можем. Да. Так, а это что такое? Плотницкая. Так, там у нас лес, да? Пункт продажи теку. Кстати, друзья, вот и плохое место, да, оно продаётся или нет? Нет, оно, к сожалению, не продаётся. владелец Олег Никитин. Плохо, что это место не продаётся, так как можно было бы здесь тогда обустроить третью фирму. хотя здесь уже, какая-то техника да и стоит. Прицеп какой-то. курицы тоже, друзья, есть. В общем, друзья, возвращаемся обратно на нашу ферму, друзья. Вот, посмотрели мы что-то как. ну что, будем здесь обживаться, будем зарабатывать, будем работать. Нам для начала нужно, чтобы пока что сошёл снег, так как нам нужно обработать наше поле. Пока лежит снег, соответственно, ничего не будет хорошего. так что, ждём, пока сойдёт снег, и как только он сойдёт, сразу же будем начинать здесь хозяйствовать по полу, потому что, к сожалению, по снегу мы не можем ничего делать. Так, мы сейчас где? Нам сейчас направо. Карта действительно, она не маленькая, так как здесь реально можно здесь заблудиться. Здесь заблудиться просто лёгкую. Так, едем. на нашу ферму. в общем, будем здесь работать, будем покупать поля, объединять их, выпиливать лес, так что здесь можно даже так сказать, будет у нас немного лесозаготовочной серии и стримы. Так как я, у меня в планах объединить много полей здесь, но нам мешает лес. Но лес можно легко выпилить. конечно, это, наверное, будет ещё та задачка, да? Вы представляете себе? Выпилить весь этот лес. Это же нереально. так, ну, ферму Ивана мы посмотрели, точнее, не ферму, а участок. Так что можно спокойно на целый участок отправляться. Также мы с фермерами договорились, что если будет такая нужда, то я им буду разрешать ставить свою технику у меня на бригаде. так что вот так-то, друзья. Всё, вот мы и приехали на нашу ферму. Осторожно, злая собака. Вот, ну, хоть у нас тоже на ферме чисто, я вам скажу. Ну, тване чисто, имею в виду, что снега не так много. Фух, всё, друзья. Приехали. Конечно, я думаю, что наш тракторок всё это дело потянет. Другие всякие, там, культиваторы, дисковые бороны. и так далее. Ну что, друзья, я, наверное, на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание. Встретимся с вами в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok